Всем привет, дорогие! У меня такая прическа, потому что я только что с пляжа. А это Игорь и вы на канале. Интересные путешествия! Это информационное видео для тех, кто собирается в Эмираты отдыхать в Дубае. Сейчас мы вам все по полочкам расскажем. Первая полочка будет, где бронировать отель, в каком месте. Я сразу скажу, что мы бронировали отель, летали в марте, бронировали отель за 40 тысяч рублей на двоих. На 9 ночей, на завтраках. Отель называют City Max Albar Sh. Находится он ровно напротив Mall of Emirates. Очень удобное местоположение. Ссылка, где мы берем туры по таким низким ценам, будет в описании. Можно взять тур не только в Эмираты, но и в любую другую страну. Там всегда есть низкие цены. Главное успеть поймать. Где же все-таки взять отель? Смотрите, основные места, где вообще все останавливаются, где берут отель, это Дубай Марина. Это вот где мы сейчас записываем видео. Здесь канал, здесь пляж есть очень хороший. Здесь высотки, которые светятся вечером. Здесь как бы очень хорошее место. Если вы здесь берете отель, то в принципе, как бы ценник будет не самый низкий. Это абсолютно точно. Есть район Downtown. Это как бы тоже считается другой центр Дубая, такой туристический. Это там, где Бурдж-Халифа, самое огромное здание, где поющие фонтаны. Между этими двумя местами, получается, между Дубай Мариной и Downtown, расстояние где-то на метро станции 9 приблизительно. Вот. И как бы вы можете либо там останавливаться, либо там, но это будет дороговато. Конечно, можно, кстати, урвать тур, найти, вот если реально там по ссылке искать монитор, допустим, а на цену можно найти. Есть район Deira, который не очень благополучный. Туда добраться вообще нужно на двух ветках, через две ветки метро только. Ну, как бы не то, что проблематично, просто это будет более затратно. Лучше переплатить тогда чуть-чуть и взять полу себе местоположение отеля. Потому что вы, ну, тупо на проезд будете тратить больше. Потому что, в принципе, в Deira, ну, там можно там где-то прогуляться, конечно. Конечно, но есть вот район Аль-Барша, в котором мы... Да, есть еще там есть. Да, районов там много. Есть очень много районов. В общем, рекомендация очень простая. Берите отель возле метро и все. И точно не прогадаете, метро здесь решает. По поводу Дубая и Марины хочу сказать отдельно. Это такой дорогой район, это бюджетно тут перекусить как бы не получится, в отличие от Deira. Если в Deira вы на двоих перекусите где-то там рублей 700, например, то здесь умножайте на 2 или на 3 сразу смело. В общем, я думаю, вы уже немножко определились, в каком районе хотите остановиться. Скажу, в принципе, не беспокойтесь. Если вы даже в Deira возьмете, то до Дубая и Марины вы будете ехать, ну, наверное, полчаса максимум. Так что переживать особо не стоит. Главное, рядом с метро. А второй пункт, так давайте разберем, как же все-таки передвигаться, перемещаться по Дубаю, да? Есть три варианта. Первый вариант автобусов, второй вариант метро, третий вариант такси. Ну, четвертый, можно тачку в варианте взять, но это уж. Есть еще пятый тогда, просто пешком. Нет, пешком тут далеко не уйдете, потому что расстояние везде огромное. В общем, на автобусе и на метро это все одно и то же. Передвигаться с помощью карточки. Покупайте карточку Silver. Покупайте ее в метро. Да, покупайте в метро. Есть и Silver, есть и Gold. Ну, вот я рекомендую просто купите Silver карту. Она стоит 25 дирхам. 19 у вас уже на счету. И просто пополняйте ее в метро. Это все. Она сразу действует и на метро, и на автобус. И на трамвай. Дубай-Марине. Пользоваться очень просто. Приложили в начале. Карточку она считала. И приложили в конце, как будете выходить из метро. Она вычла из вас ту сумму, которую вы прокатали. В автобусе действует вся та же схема. Метро очень простое. Всего две ветки. Красная и зеленая. Скорее всего, вы будете кататься по красным. Потому что на Дубай-Марине, на Бурш-Халифе все вот эти остановочки берет. Минимальная поездка на такси вам обойдется в 12 дирхам. Умножайте по курсу. Ну, получается сколько там? Я вам скажу. Ну, да. Примерно от Дубай-Марине до Бурш-Халифе примерно будет рублей где-то 2000-2500. Что-то около того. Так что... А на метро от Дубай-Марине до Бурш-Халифе в одну сторону одного человека получается 5 дирхам это 100 рублей. Так что смотрите сами. То есть туда-обратно получается, а если на двоих это 400, да. 400, а так пятерка, да. Цены в Дубай. Цены на продукты, например, в Дубае примерно в 2-3 раза дороже, чем в России. Смотрите сразу. Цены в кафе. Цены в кафе абсолютно разные. Есть бюджетные пакистанские и вот эти ближневосточные кафешки, где вы перекусите на двоих максимум в 1000 рублей. Или фастфуд. Есть фастфуд, да. Примерно 1000-1500 вы там точно тоже оставите. Есть кафешки типа вот в Дубай-Марине или какие-то другие подобные кафе, где вы оставите на двоих примерно 5000. Ну вот, наверное, да. В среднем на двоих пятерка точно выйдет. То есть... А, ну я вам скажу просто по ценам. Вот в таких ресторанах типа... Ну вот рестораны, вот по Дубай-Марине будете гулять, вот тут будут рестораны. В среднем салат просто... Даже салат там 1000 рублей стоит. Вот такие цены. А в пакистанских таких ближневосточных кафешках там в среднем блюдо рублей 200-300 максимум стоит. Чувствуете разницу, да? Так что сразу же возникает вопрос, сколько денег брать, да? Если деньги есть, берите все. Берите все, да. Не, ну понятное дело нет, но на двоих минимум 500 баксов 100% надо, а то и, наверное, побольше. Тут тоже зависит от того, чего вы хотите. На еду. Нет, в общем, в общем. На еду проедать можно. Каждый ест. Ну это кто, да. Кто-то 10 раз, кто-то 15 раз. Тут никогда не узнаешь. Просто в целом 500 баксов на двоих вы точно тут бросаете. Либо отель, допустим, у вас будет на там завтрак. Может быть, вы все включено возьмете, и тогда вам там ездить придется где-то еще. Экскурсии здесь разные. Цены на них от 30 до 50 долларов за экскурсию на одного человека. Мы на экскурсии не ездили, потому что коронавирус. Но... 30-50 дороже. Ну, есть и дороже, в среднем говорю. 30-50 долларов за экскурсию. Самый популярный это сафари на джипе, но она сейчас есть. Мы ее не взяли, потому что мы ездили в Египте и в Тунисе. Здесь все то же самое. Мы по обзорам смотрели, ничего нового. Если ни разу не были, прокатитесь. Если хоть раз это были, не стоит все быть то же самое. Дальше какие здесь еще экскурсии интересные? Здесь есть очень классные парки развлечений. Прям вообще суперские. То есть, если есть туда возможность попасть, если парки открыты, то обязательно туда нужно поехать. Тем более, если вы с ребенком едете, тут просто для них будет рай, для детей. Мне кажется... Леголэнд есть, есть глобал виллэдж и сад чудес. Моушен гейн или что там. Это все Леголэнд. Ну вот, в общем, Леголэнд... Леголэнд, да. Это там вот прям вообще... В эти места обязательно съездят. За Будаби точно надо посетить экскурсии с мечетью и с Феррари парком. Есть экскурсии на Индийский океан, такая морская прогулка, да. Тоже можно. И в принципе, из экскурсии все. Дальше просто перетекаем плавно другой вопрос. Что же можно самим посетить? Начиная от района Дейр, вы можете сами туда поехать на метро, погулять по рынку золота. Потом дальше по канальчику прогуляться. Вот у нас есть второе видео. Посмотрите, ребят. Вообще подписывайтесь на канал. У нас очень много видео про Эмираты. В принципе, все это видео у нас есть, то, что мы говорим. Вот. Там погулять в район Старой Дейр и дальше Бурж-Халифу обязательно посетить вечером и днем там погулять. Там просто совершенно разное. Днем, вечером фонтаны включаются, днем там тоже приятная атмосфера, музычка играет, круто. Дальше спускаемся ниже. Обязательно нужно посетить Парус. Парус, Парус, Парус. Ну, Парус, это понятно, да? Парус надо. То есть, рядом с ним сфоткаться, это прям стопроцентно. Побывать на пляже, который возле гостиницы Парус. Гостиница называется... Ну, по пляжу мы отдельно сейчас разберем. Давай дальше просто... Ну, ты говоришь Парус посетить. Парус, да. Есть экскурсии в Парус. Гостиница Бурш-Аль-Араб называется, самая там, наверное, известная, ее знают все, как один из символов Дубая. То есть, в любом случае, фотка у вас будет. Будет, да, Мадинат. Это, получается, дубайская Венеция. Ее называют очень классное место. Мы там погуляли, прям испытали сильное удовольствие, понравилось. Дальше там еще есть торговый центр. Но он не просто торговый центр, а напоминает такие суконные ряды, арабские. В общем, там тоже погулять стоит 100%. Очень классное место. Ну, он так и называется, Сукмадинат. Да. И там действительно и внутри, и снаружи, получается. Вы прогуляетесь там. То есть, внутри даже можно фотографироваться. Там можно купить разнообразные сувениры, какую-то одежду, золото тоже. Ну, там прям все-все-все. Еще одно местечко, это, конечно же, Дубай-Марина. Здесь просто нереально. Это одно из самых крутых мест в Дубае. Просто первый раз, когда мы приехали, мы с собой брали нашатырный спирт, потому что вам рок-пандали от того, что здесь происходит. А отдельно зайдите еще на остров вот этот, который будет напротив Дубай-Марин. Называется Blue Water. Посмотрите, как сделали остров и как его благоустроили для жизни. Все эти места вы можете сами посетить без экскурсий. И просто на метро, на такси или на автобусе добраться вообще без проблем. Я, например, пользуюсь Google-картами. Он мне любой маршрут прокладывает. И где на какой автобус сесть, через сколько автобус придет. И метро тоже самое. Очень удобно. По пляжам, да, давайте тогда начнем с Дубай-Марины. Дубай-Марина – классный пляж. Мне очень понравился. Понравился своей атмосферой. Тем, что здесь очень много людей. Сует такая движуха, суета. Классные фотки можно сделать с небоскребами. В общем, пятерка пляжа. Пятерка стопроцентная, потому что здесь атмосферно, круто, классно. Дальше следующий пляж. Пляж возле паруса. Называется Джумейра-Бич. Это самый худший пляж, на котором мы были. Хотя он самый популярный почему-то у русских. Непонятно почему. Ну, понятно почему. Ну, понятно почему, чтобы сделать фотографию с парусом. На данный момент там идет стройка. И это самый отвратительный пляж, который может быть. И, ребят, ну, туда... Ну, один раз хотя бы соткаться с парусом. Да, один раз просто приезжай, соткаться. Все, больше туда вообще ни ногой не стоит. Дальше следующий пляж называется Кайт-Бич. Кайт-Бич тоже, он очень большая территория пляжа. Прям огромнейшая. И все занимаются спортом. Это самый спортивный пляж. Это очень длинная пляжная полосая, широкая. И помимо самого пляжа, там есть еще дорожка, по которой можно бегать. Либо там, я не знаю, прыгать, приседать. Там все что угодно делают классно. Там можно даже просто прогуляться. Вот вечером на закате, мне кажется, там просто потрясающе. Вы можете пройти там все, я не знаю, сколько, 5 километров по этой дорожке. Прогуливать. Наблюдая другие пляжи еще тоже. Кайт-Бич обязательно стоит посетить. И хотя бы даже потому, что там еще есть Кайт-Сёрф-Бич рядышком. Да, следующий пляж, это Кайт-Сёрф-Бич. Там как бы в основном он все-таки для серферов. Я считаю, просто прогуляться-то можно. Но если полежать, ну лучше на Кайт-Бич. Но кто любит наблюдать за теми ребятами, кто занимается этим видом спорта, то очень-очень будет прикольно. Там пофоткаться с этим тоже можно. Кстати говоря, на всех этих пляжах есть переодевалки, туалеты и душ. Единственное, Дубай-Марина, душ платный, 100 рублей полтора минуты. Вот так. Я не знаю почему, но так есть. Следующий пляж, который мы посетили, называется Джумейра-Бич. Он находится, где Дубай-Крик. Небольшой такой уединенный пляж, где тоже никого нет. Это практически дикие пляжи. Вот это будет ветка от Джумейра до Кайта. Там вообще практически дикий пляж, где нет людей. И это очень здорово. Там водичка совсем другого цвета. Никто не мешает. Просто мне очень понравилось. Тихая, спокойная обстановка с красивой водичкой. Получаются обалденные фотки. Отличный пляж. Стоит туда ехать, если вы любите уединение. Да, там очень классно. Но я хочу просто отметить, ты говоришь, Джумейра, ты говорил, что и возле паруса Джумейра. А они все Джумейра. Короче, любой пляж, который не имеет своего собственного названия, он будет называться Джумейра-Бич. Джумейра-Паблик-Бич, Джумейра-Опен-Бич. Ну, грубо говоря, это все Джумейра. Просто надо смотреть, между чем и чем они находятся. Ну, а следующий пляж. Следующий пляж, который взорвал нашу голову, называется пляж Ла-Мэр. Это просто супер место для проведения времени. Даже не обязательно идти на пляж, если честно. Это точно. Если вы сегодня не в духе, не хотите загорать или купаться, вы можете просто провести свой день на территории, которая находится возле пляжа, то есть как бы прям за пляжем. Пляж там очень классный, он делится на две лагуны такие, две бухточки, очень красивый. Там прекрасная вода, прозрачнейшая. Отличный заход в море. Там сам пляж неплохой, несмотря на то, что сами бухты по длине, они небольшие, но в ширину. Там полоска такая неплохая, там все помещаются, народу немного. Он настолько благоустроен, там настолько атмосфера вообще очень-очень-очень классная. Второе его название это инстаграм пляж, вот так, потому что там декорации сделаны так, что каждые пять минут или каждую минуту вы, короче, фотографируетесь, фотографируетесь, очень много локаций для фото. На пляже Ла Мэр вам еще также наверняка понравится с детьми, потому что две эти бухты делят аквапарк, и если вдруг ваше чадо захочет поразвлечься, то, в принципе, вы можете отправиться с ним еще и в аквапарк, помимо морского отдыха. И еще один пунктик такой затронем, запреты, да, в Эмиратах, вроде арабская сторона и так далее. Вот, честно говоря, отдыхая здесь, каких-то сильных запретов мы не увидели, не заметили. На пляжах все загорают, так же купальники-стринги и так далее. Единственное, нельзя топлив загорать. Дальше тоже... Ну, в целом по городу даже, да, когда люди ходят. То есть я, когда сюда ехала, я, блин, читала, наверное, несколько дней, искала статьи, что с собой брать, как ходить. В чем ходить. Я взяла с собой, блин, штаны, я взяла только одни шорты с собой, длинное платье, но фактически наблюдая за всеми. Здесь отдыхает очень много европейских людей, и здесь отдыхают очень много русских людей. И все здесь ходят как бы, ну, как в Европе, как на любом другом курорте, там шорты, юбки. Понятно, у вас не должна торчать вот так вот задница, не самые короткие есть, которые вот совсем. Такого нет, так здесь не одевать, ну, просто там обычные шорты, обычная юбка, короткое платье, здесь это нормально. А арабы, они вообще никак не напрягаются от этого, им, типа, это вообще пофигу. Как говорили раньше, что тут на вас могут смотреться такими выпученными глазами, или там полиция будет штрафовать, ну, нет, здесь такого нет, здесь относятся все очень лояльно. Но это что касается Дубая, потому что если в других Эмиратах, возможно, там такие какие-то будут другие правила, но в Дубае очень лояльно к этому относятся, поэтому вы можете себя чувствовать абсолютно комфортно. Что касается алкоголя, он здесь есть, он здесь продается, проблема только одна, цена. В кафе бутылка пива стоит 1000 рублей, 800-1000, в магазинах не продается, есть специальные магазины алкоголя, честно говоря, мы даже цену не узнавали, да, ну, неинтересно. Мы решили так, если тут проблемы с алкоголем, мы просто не будем его пить, и у нас такая алкогольная пауза, просто не пьем и все. В общем, если будете пить алкоголь, берите с собой еще больше денег, потому что цены действительно высокие на алкоголь. На этом, в принципе, все. Если есть еще какие-то вопросы, пишите, мы на все ответим. Все, вся информация, всем пока! Пока!